Итак, начинаем. Добрый день, коллеги, добрый день, спикеры. Начинаем пресс-конференцию организаторов арт-парада «Ослобожанская вышиванка», который пройдет 19 мая в рамках Всеукраинского дня вышиванок. Цель праздника – популяризировать национальную украинскую одежду как символ культурного и духовного наследия. Организаторы хотят призвать украинцев носить весь день вышиванки с узорами, характерными для родного региона. Среди спикеров у нас Наталья Нечпуренко, руководитель творческой мастерской «Слобожанский ладонец», Оксана Васильева, директор магазина вышиванок и авторских работ «Арт-бутик», Светлана Багрий, член Союза дизайнеров Украины и создатель бренда «Эко-одежды» Life for Life, а также Екатерина Малбиева, представитель ООО «Самопомощь». Наталья, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, о параде. Я два слова скажу о параде, и все-таки хотелось послушать вопросы от гостей, потому что для нас очень важно, чтобы тот праздник, который мы решили устроить городу, чтобы он был рассчитан на все слои, ну это очень сложно, но на все слои категории людей. Ну, начинается обычно с того, откуда взялась такая идея проводить день вышиванки. Ну, всем известно, что это день международный, день национальной одежды. Но так как национальной одеждой украинцев являются вышитые сорочки, то 19 мая в этом году будет проходить день вышиванки. В нашем случае мы решили, чтобы как-то заявить о себе. Это называется арт-парад слобожанского вышиванка. Потому что как-то сложилось, что какие-то национальные признаки, какие-то атрибуты, они базируются на каких-то вещах, которые отличают нас друг от друга. И когда мы разговаривали с руководителем Харьковской диаспоры Макой Каражановой, что вот, ну, а это, разве у вас такого нет? И она сказала, да, действительно нет. И когда мы посмотрим в историю костюма, то действительно это то, что нас отличает. А то, что нас отличает, оно может нас и сплотить, и объединить. И в то же время, рассказывая об этом, о своих традициях, мы можем объединить тоже всех людей. Поэтому, когда возникла такая идея, чтобы парад был не только люди пришли, прошлись по улице в национальной одежде и разошлись, это, ну, нам показалось этого мало. Это было в прошлом году. Поэтому в этом году мы решили, что каждый человек, который хочет в рамках этого праздника что-то сделать, он берет это и делает. Кто-то приглашает музыкальные коллективы, кто-то приглашает танцевальные коллективы, кто-то хочет поделиться своими знаниями, как мотать мотанку национальную, кто-то умеет расписывать пысанку, кто-то умеет вышивать. И благодаря Татьяне Черной, вот, это человек, который меня подтолкнул к этой идее, что на этот праздник нужно прийти подготовленным. В чем подготовка? Ты должен узнать особенности своего региона, узнать, что такое вышивка, найти ту вышивку и ту вышиванку, в которой тебе захотелось выйти и захотелось рассказать об этом. А тех, у кого еще нет, тоже подтолкнуло к тому, чтобы выбрать себе. Ведь одежда, она первое то, что встречают по одежке. И так как психологи говорят, что первое мнение о человеке складывается за 5 секунд, если у тебя красивая одежда, если ты улыбаешься чистый, аккуратный, то ты складываешь у своего будущего партнера самые приятные впечатления. Мне кажется, что наши традиции, если их рассматривать, они все сложены для того, чтобы было продолжение рода, чтобы была любовь, чтобы были дети и чтобы был мир. То есть это те ценности, которые, я не знаю, это общечеловеческие ценности. Ну, в общем, в мое вступление, я попыталась объединить вокруг себя тех людей, которым это интересно и слово предоставить. Оксана, есть что добавить? Да, добрый день. У нас получился такой, скажем так, волонтерский такой комитет, да, организационный по этому мероприятию. Я хочу сакцентировать внимание о том, что все, что мы будем делать на этом празднике, мы делаем за свои средства, что никто нам ничего, никакие гранты не дают, да, никто никаких денег не перечисляет. То есть то, что вот собрали, то мы и сделали. Со своей стороны, что я хочу доунестить на этом празднике, о том, что, да, у нас есть наши национальные традиции, именно традиции. И одна из традиций – это вышиванка. И что в современной одежде вышиванка является очень красивым, очень актуальным и очень ярким элементом. Поэтому я от своего магазина проведу некий показ современных вышиванок, как современная вышиванка смотрится на мужчинах, как смотрится она на женщинах. Там будут у нас детки тоже представлены. Мы привозим коллективы, несколько коллективов детей, которые будут выступать. Причем детский коллектив детского дома, да, который сам изготовил своими руками себе костюмы на этот праздник. Они будут танцевать. Мы делаем еще фото-зона, будет красивая, поэтому все, кто будут у нас на мероприятиях, приносите с собой фотоаппараты, там будет круто. Светлана, как вы готовитесь к параду? Расскажите, пожалуйста. Добрый день. Я очень благодарна Наталье за приглашение в этот проект, потому что для меня, как производителя их одежды, очень приятно, что меня заметили с коллекцией с первой и второй, которая действительно несет в себе этномотивы. То есть это современное видение традиционной национальной одежды. И это, ну как бы, моя цель была создать такую одежду для того, чтобы не задавали такие вопросы. А что, Украина в Харькове модно? Ну да, там такой вопрос прозвучавший. И хотелось бы и очень хочется, чтобы молодежь носила нашу национальную одежду. Ну не так, может быть, в прямом видении, а в стилизованном. То есть повысить, скажем, ее такой культурный дух и так далее. Поэтому мы планируем показ. Показ, фэшн-показы, именно современной одежды, стилизованной под национальную, какую-то старинную одежду с элементами обереговой символики. Мы разослали с Натальей письма во все профильные учебные заведения с приглашением участвовать в этом фэшн-показе. Будут коллекции от училищ, которые именно вручную вышивают свои изделия, и от вузов, которые это делают в современных технологиях. Потому что как бы наука движется вперед, и все красивое можно сделать намного быстрее, чем раньше это делалось. Поэтому всех приглашаем, ждем. Будет действительно интересно, красиво. Мы приложим все усилия к этому. Екатерина. Можно я отставлю? Мы распечатали 10 приглашений. То есть у нас в Харькове 10 профильных вузов, которые занимаются текстилем, одеждой, моделированием. И, то есть, если они откликнутся, то это 10 тысяч человек к нам должны прийти. Но я шучу. Екатерина, пожалуйста, вам слово. Нет, не включите. Доброго дня. Не включено. Включено, включено. Все работает. Я бы хотела рассказать про такую большую частину святкувания Дня Вишиванки, которая охопает все начальни и загальноосвитные заклады Харькова. Это проект Вишиванка моей родины. Усведомлю, что главное в будущем страны – наши дети, молодцы. Их мы закликали до участи. Украинская Вишиванка завжди была и выиграла роль оберега какого-то там от злых. И есть такая давняя традиция украинская это ответить на зло красою. И сейчас особливые часы мы все это понимаем. И в условиях агрессии против Украины и окупации и Росии все население Украины независимо от национальности объединяется у «Единый народ» одягает цю вишиванку и когда на это свято ты одягаешь дитине цю сорочку тебе хочется и чувствуешь это тепло как и ты даешь ей и рассказываешь какая любовь покладена до праці с цією сорочкой. Ну, тому мы запропонували всем школам и они с радостью поддерживали нашу инициативу принятие участие в этом проекте який будет выглядеть в работе ученей по вигляді плакатів с родинными святлинами так вот який будет экспонуватися під час святкування дня вишиванки на головной малюнке так а для малечи у нас будет конкурс малюнку на асфальті тому приходьте усі подивіться які внасті нові діти спасибо большое если есть вопросы можна их задати не произнесли о том что день вышиванки сам праздник состоится 19 мая с 16 до 19.00 в парке Шевченко поэтому всех приглашаю пожалуйста приходите спасибо если есть вопросы пожалуйста коллеги тогда можете рассказать поподробнее по времени когда в какое время будет какая часть программы так как этот проект общественно волонтерский то и к нам каждый день присоединяются все новые и новые участники поэтому наша программа она каждый день дополняется например вчера я добавила что у нас будет петь хор ХПИ оказывается наш хор который ездит по всему миру и участвует во всевозможных конкурсах и песнопения и итальянская и французская у них английские песни в их репертуаре несколько украинских песен и они тоже там будут петь но когда они узнали что центральной частью нашего проекта это будет флешмоб который Мака Корожанова чуть-чуть задержалась может быть вот ей надо было дать слово что она предложила многонациональное сердце толерантности Харьковская и когда ребята услышали об этом они сказали что мы хотим в это время когда все национальности Харькова станут в это сердце мы будем все вместе петь гимн Украины и это будет такое событие которое я думаю очень проникновенное и очень душевное почему потому что этот день мы объявили слабожанской вышиванки но у каждого кто живет в нашем городе есть своя одежда или он очень хочет вот у меня недавно был художник Геннадий Кавторадзе он грузин который живет в Харькове уже очень много лет и он говорит я так мечтаю чтобы у меня был грузинский вот этот вот костюм но вот он и может быть вот такие события его подвигнут чтобы он гордился своей одеждой и что каждая национальность она имеет какие-то символы атрибуты которые передаются из поколения в поколение но когда мы одновременно выйдем все дружные завзятые и споем наш наш родной национальный гимн то мы покажем что Харьков это не ну честно вам хочу сказать что Харьков это ватный город в Харькове не знают своих традиций не любят своих предков то есть ничего я только не услышала когда я общалась как бы с людьми которые представляют это все и Харьков доказал что он что он лучше всех подготовился на фейсбуке вот там есть такие страницы день вешеванки и в Харькове сейчас более 100 тысячи 100 человек значит в Киеве 300 с чем-то человек в Днепропетровске там 600 в Драгобиче там 688 но Харьков больше всех и мы говорим о том что у нас столько вот 10 профильных вузов да у нас спасибо огромное Екатерине она сказала школы это более 200 школ вот представьте себе человек который заразился вот этой идеей рассказать деткам которые ну действительно вот они видят эта одежда но она какая-то одежда но когда ты увидишь свою бабушку или своего дедушку найдешь вот эти ты же совсем по-другому к этому будешь относиться ты же расспросишь у своих родных как почему потому что очень много одежды но почему-то все выбрасывается а вот этот рушничок или эту вышиванку передают и она где-то лежит дома на какой-то полке определенной в каком-то может быть холщовом мешочке и это вот через эту вышиванку можно вообще понять откуда ты родом потому что есть Борщивская есть там Полтавская вышиванка да Слобожанская Черкаська и вот по этой ты вообще можешь генетику проследить своего рода и это очень интересно и это людей очень многих заставляет может быть переосмыслить свои какие-то ценности и вот к этой традиции обратиться но не только что ну что может нести вышиванка но если этнолог придет к нам на этот праздник и она готова провести такую мини-свадьбу раздать роли ты будешь женихом ты будешь невестой ты будешь свашкой ты будешь ты будешь гостями кто-то будет цыганами кто-то будет какими-то то есть у каждого была своя роль и это был такой праздник который среди ну вот таких будней трудовых он нес тепло он нес рождение новой семьи он нес зарождение нового рода поэтому и вот это вот все мы хотим рассказать именно 19 мая а какие узоры и цвета характерны для Харьковского региона в вышиванках ну дело в том что ученые как бы по этому поводу спорят и я слышала разные мнения но все сходятся с тем что как бы Харьков Харьков же он очень молодой город 360 лет по сравнению с тысячу лет в Полтаве и сюда приехали казаки организовывали свободы то есть это свободные люди с разных частей Украины которые привезли тоже свои традиции и историки пришли к тому мнению что вот мы ближе всего все таки к Полтавщине то есть вот это белым по белому и даже если вы увидите на вышиванке там какие-то коричневатые или там зеленоватые это все говорит о том что вот эта нитка которая вышивалась она просто красилась природными красителями это или листьями деревьев или там шелухой луковой или шишечками там каких-то трав и она вот спустя сто лет это сколько стирок оно не линяет абсолютно и и оно в таком же виде первозданном поэтому считается белым по белому но были святковые в которых уже позже добавлялись красные цвета и если это было может быть еще было синий синий цвет добавлялись черно красные это уже пошло пошла традиция я ну я ее как бы датирую после 1860 года когда знаменитый француз бракар открыл мыловаренный завод и начал внедрять чистоту в значит во все версты населения и самое дешевое мыло было по одной копейке его могли купить сельские девушки и для того чтобы конкуренция я вам рассказываю легенду которую прочитала и которую очень слышу много раз что чтобы покупали именно мыло бракаровское он начал узоры которые были в модных журналах печатать на упаковке этого мыла и тогда в нашу в нашу символику которая как бы она дохристианская которая несла она еще на всех вот на глэчиках на пысанках там были орнаменты геометрические и там были ну чуть-чуть цветочного орнамента но каждый символ он нес какую-то нагрузку это женское начало мужское начало это там вода воздух земля то есть каждый этот символ он нес какой-то и тут появились вот эти вот красно-черные цветы французские плохо это хорошо но многие историки говорят что если эта традиция прижилась если вот эти орнаменты они стали добавлением к нашему значит оно имеет право и это такой определенный значит период времени обо всем этом мы хотим рассказать мы хотим поставить там спасибо большое нам волонтеры нашли нашли манекены и мы на эти манекены оденем стародавние вышиванки то есть стародавние у нас будут на манекенах а современная одежда у нас будет на моделях живых которые будут это показывать как это все красиво и то есть по времени значит 4 часа мы думаем что придут и дети после школы студенты уже пришли после занятий и они уже мы будем для них проводить эти экскурсии будем проводить мастер-классы это по вышиванию вот спасибо огромное Татьяна Черная она готовит уже нам кусочки льна то есть пусть по 5 строчек пусть там сделают там одни якея соловьи новичка но человек поймет вообще что что это за магия такая вышивание потом Олена Щербань будет нам рассказывать о наших слобожанских традициях принесет тесто будет из него делать коников журавликов это тоже человек который называет слобожанские блюда к своему стыду я честно такого не слышала а у нее там прямо как из рога изобилия у нас оказывается такая кухня а мы там кроме варенок и борща ничего не знаем то есть это тоже такое возрождение наших традиций и вот в 6 часов самое главное это наше событие это многонациональное сердце и хор ХПИ а те коллективы которые к нам театральные танцевальные музыкальные если они успеют нам прислать свои заметки пресс-лезы мы просим чтобы мы как-то выстроили их по времени что-то отправлять нужно нужно отправлять на фейсбуке страница есть день вышиванки у Харкови и там есть электронный адрес арт проект khgmail.com туда можно отправлять все свои предложения и мы этих людей будем включать в программу потому что мы открыты для всех то есть мы берем в партнера либо же находить нас на фейсбуке и отправлять нам личным сообщением и Наталья последний пожалуй вопрос в том году сколько человек присоединилась к параду вышиванок и сколько планируется в этом году по вашим пока ну честно я в прошлом году так как это рабочий день четверг я в этот день работала и я не смогла попасть я следила только за пост-релизом и может быть вот Татьяна черная сидит она вот сколько человек визуально вот вы видели от площади до площади прошлось ну от площади советская до площади университета туда сюда прошли тогда же особо ничего не было просто собрались да то есть это было как бы вот такое движение стихийное вот мы поддержим одетим что мы считаем вышиванками но оказалось что люди вообще не понимают что такое вышиванка потому что это были футболки турецкие китайские в общем которые вообще ни к вышивке не имеют отношения ни к украинской традиции не имеют значения и ну мы мы просто посчитали что в такое сложное время когда наша страна вот и в экономическом и в политическом и в финансовом положении покупать и китайские и турецкие вещи это ну непростительно лучше или заказать в магазине или лучше заказать у мастера или самому научиться или я же говорю что я уже в нашей традиции было такое что и были такие штампики это были значит на одежде не вышивалось а просто или на юбке были такие и рушники набивка такая набывала все такое вот так я говорю что ну если человек не успевает не умеет так лучше сделать вот эту такую из резинки даже вырезать можно из картошки из картошки даже и на этой футболке лучше наштамповать но это будет роднее и правильнее потому что он зайдет найдет что он будет себе там какими символами потому что когда вот у нас ребята спрашивают говорят а как выбрать мне мужчине вышиванку оказывается что были же мужские орнаменты которые в которых закладывалось мужество закладывалось богатство закладывалась семья здоровая то есть и у них были более такие сильные символы а у женских там было вот может быть больше создания домашнего очага рождения детей но все что присуще женщинам но это абсолютно разные символы и когда перепуталось вот это все и мужчины ходят в вышиванках вот я так оно уже в начале смотрю ну там вышиванка и вышиванка а когда узнала ну что ж ты одел вот эти вот цветочки и их же ну никогда мужчины такого не носили понимаете хотя хорошо спасибо если больше нет вопросов тогда мы благодарим вас что пришли и рассказали и приглашаем всех на парад вышиванок да да спасибо спасибо спасибо